всем доброго вечера у меня вечер и сегодня наверное хитом этого видео будут мои брови не знаю почему но я сейчас смотрю на себя вот так и смотрю на вас камеру так я смотрю на себя вообще я привыкла смотреть на себя чтобы я видела как я что-то делаю и что тут собственно видно если что не обижайтесь будут смотрите надо так иногда так но я сейчас посмотрела и мне кажется мои брови сегодня темные ну потому что есть ведь покрасила но и ладно я всегда себе не кажется их перетемняю сегодня видео не моих бровях но так получилось что я с этого начала свой ролик у нас сегодня будет в общем я сегодня пью чай я решила ответить на ваши вопросы всем спасибо кто писали вопросы их пишут очень часто каждый день под видео под какими-то больше под какими-то меньше я решила знаете пробежаться по комментариям я видела такой ролик у некоторых блогеров которых смотрю сама да читают комментарии и общаются со своими подписчиками знаете бывает прямой эфир но на прямой эфир я сейчас пока не готова не всегда у меня есть время посидеть хотя когда-нибудь все-таки ближе наверно к новому году я организую прямой эфир на какую-нибудь тему возможно я придумаю надо какую-то тему что придумать эфир а либо просто вот выйти так в эфир и общаемся прям как сказать онлайн то складом в прямом эфире да вот сейчас смотрю комментарии так давайте начну с того мне очень тут один комментарий понравился где конкретно много вопросов под последним видео которые снимала про фикс прайс татьяна белая написала добрый день анна спасибо вам за видео у меня вопрос в другом много ли у вас личных флаконов духов у меня много личных флаконов духов я если честно их не считаю но у меня даже есть моя фрагрантика и там по моему тоже называю все она абигейл я недавно кто заходила как-то я завела ее в основном там были вне сетевые ароматы но сейчас у меня там появляются уже и не сетевые ароматы и довольно таких там много я не считаю свои ароматы вот честно сказать не знаю сколько даже предположить не могу больше сотни точно может быть даже 200 может быть даже еще больше я не могу точно сказать рассказать потому что полноразмерные флаконы также много всяких отливантов также с рандеву я заказывала рома боксы что то мне присылали даже на обзор то есть ароматы пополняются периодически но сейчас я даже себя мне кажется урезала и покупаю их намного меньше чем раньше потому что раньше например я покупала все новинки фаберлик все новинки и иван иногда покупала что-то себе из арифлеем сегодня увидела каталог арифлеем и там два аромата а значит амбер амбер кристалл зеленый и амбер мистер и я их хочу оба если честно и цена там хорошая но пока что я не знаю я себе думаю сейчас немножечко другое тут заказать кстати тоже парфюм парфюм мне как сказать это такое мое увлечение я говорила что делаю все свои покупки исключительно для удовольствия я так выражаю какую-то к себе возможно любовь не знаю мне это нравится я люблю покупать не только парфюмы я люблю покупать какие-то вкусную еду я люблю вкусный кофе вкусный чай да вот по одежде как-то нет такого фетиша у меня у меня очень скромный как сказать гардероб одежды я ношу в основном какие-то свои базовые вещи постоянно у меня блузки там юбки там одни или двое джинс там брюки у меня он гардероб у меня довольно таки такой узкий но парфюмерный гардероб у меня большой то есть я могу менять гардероб каждый день но также я могу ходить в черной рубашке и летом и зимой вот такое вот у меня мое такое как сказать ощущение себя мне так нравится так как вы успеваете их использовать у меня нет цели использовать все ароматы наоборот хочется чтобы если это какой-то ценный аромат то есть возможно я его даже не ношу у меня есть например такая парфюмерия из oriflame который уже сто лет я не ношу но иногда и открывали просто обоняю потому что у меня с ней связаны это воспоминания какие-то мои дайте флешбеки да вот в то время некий ассоциации есть ароматы которые я использую просто вот как ауру вокруг себя сегодня кстати занималась с утра йогой и достала стоит у меня так зеленый чай верт от и фраше это настолько нежный аромат но настолько быстро улетучивается я вот буквально его распылила все на себя я сделала 30 пшиков вокруг и на себя 15 минут и он в одном просто растворяется и потом я уже собираюсь на работу я наношу на себя еще другой аромат то есть вот так это происходит у меня нет цели использовать какой-то флакон но если он закончился это просто круто на самом деле у меня в этом месяце даже по моему три пустышки флаконов даже вообще удивительно потому что парфюмы у меня заканчиваются очень редко я люблю чтоб они у меня были а если мне нравится еще например сам дизайн например да то это вообще классно вот стоит у меня на столе лямур от лалик это сотка я с него делала отливан даши арома лайф мы с ней делились в почте отливантами кстати если вам такая тема интересна пишите мне если у вас есть свой канал давайте мы с вами тоже какими-то отливантиками поделимся и снимем видео если мир вы или вы не можете что-то прислать в общем я не откажусь да и значит мне нравится этот флакон он на стоять на столе для красоты иногда я его убираю ну я тоже пользуюсь но этот аромат такой знаете он сливочно-цветочный такой нежный и очень так пахнет интересно не буду сейчас этот аромат рассказывать у меня про него есть видео я про него снимала распаковку и подборка у меня был просто вот стоит на столе увидела в камере стоит так так где они хранятся парфюм у меня хранится везде вообще везде я насчет этого какой-то знаете плюшки нет у меня какой-то слой подобрать какой-то классификации нет например если я сейчас открою вот здесь ящик в этом ящике сразу у меня хранятся миниатюры то есть вот здесь у меня хранятся уже миниатюры здесь у меня аромат дальше на моем зеркале зале стоят ароматы здесь у меня стоит и фраше коллекция авторская на столе тут у меня тоже стоит ароматы есть практически убираем что-то использую что-то у меня там для клиентов что-то такое у меня даже под столом есть коробка в которой хранятся ароматы в другом ящике сейчас даже в этом здесь тоже есть ароматы вот первое что я вижу это вот вот это это all of nothing от арифлейм то есть ароматы а еще тут стоит коробка коробка от нарсиза это туалет руж красная коробки я не все храню организация моих ароматов значит также у меня здесь есть вы видео может быть видите такая как стеночка в стенке у меня есть подведенный шкаф и там две большие большие секции у меня с ароматами которые пользуюсь и внизу ароматики которые у меня задубленные их там штук шесть на самом деле не в немного они прям коробки запакованы там какие-то ароматы которые я себе взяла именно в дубле их таких немного немного хотя могут быть и ваше какие-то есть но те ароматы которые задубленные они именно для меня не на подарки это именно мое то что мне очень нравится это запас за что-то снятое сетевое возможно на что говорит об этом всем муж а не договорилась и где хранятся также у меня есть спальный комод есть полка вы видели на полка когда я снимаю спальне и там одна полка тоже вся в парфюмерии потому что я их достаю у меняю также у меня еще есть полка в прихожей я вам и снимала на работе в общем у меня парфюмы везде и практически у меня и достаю иногда для видео иногда для настроения надеюсь я ответила что на все это говорит муж ну по большому счету мой муж мне вообще ничего про это не говорит он если видеть что у меня хорошо то ему хорошо занимается и слава богу в принципе вот все что он не говорит ничего не говорит я даже иногда ему даю что-то попробовать но его это если честно раздражает я могу ручить я пахнет какая-то ассоциация вы знаете он даже иногда угадывает ноты это говорит комплименты редко он очень редко на аромат говорит комплимент потому что он будет от тебя всегда вкусно пахнет то есть ну вот так по мне по это ничем не души за тебя вкусно пахнет то есть ну вот так поэтому мой муж рад если рада я в этом он ничего не говорит и также девушка пишет что они и больная тема с духами я люблю до безумия они у меня есть но вот как будто совесть мучить что столько скупаю алинасу знаете я считаю что я их и собственно и не скупаю у меня огромный список моих хотелок он очень огромный и те ароматы которые бы я хотела взять они мне даже не то чтобы не по карману у меня есть другие еще приоритеты есть двое детей да у меня есть какие-то планы больше чем духи да или там что-то а это чисто такой мой женский уголок тем более распивом я не занимаюсь этим всем пользуюсь собственно я так давайте еще так я сейчас хочу ответить на вопрос так-так-так а ну давайте она рада вам и поршику ему приз за лучшую роль второго плана следующий год кролика и кота а кто эту водичку производит это мне девушка писала вот про эту водичку я в комментариях ответила реплей сигнат сигнейчер сигнатюр и здесь написано что она производится made in italy китая и также там указано открытая баночка хранится 36 месяцев про поршика я написала в комментариях что у меня он немножко так приболел у него каждую зиму какой-то одинаковый авитаминоз хотя ему не меняют ни корм ничего не меня в него начинает лезть шерсть в том году у него лезла шерсть вот на этом месте на горле да она потом сам у нее прошло у него в этом году у него на спине лезет шерсть ну как бы я не вмешиваюсь если честно я вижу что он сам справляется все будет нормально так дальше мне задали вопрос что восьмое чувство от рандеву вы будете участвовать девчонки да я буду участвовать от рандеву восьмое чувство и это будет третий сезон я еще сама не знаю когда будет это видео но я его уже сняла и когда будет там реклама или что-то такое я обязательно скину ссылку в телеграмм свой канал свои все соцсети и также в сообществе наверно на youtube и в яндекс дзен так ну последнее видео значит здесь вообще хороший принципе комментарии я сейчас решила что часто точнее я увидела в одной девчонке и решила как бы идею забрать мне понравилась идея что соблюдайте пожалуйста писать писать в общем в инфобоксе что надо соблюдать правила сообщества правило сообщества это культурное приятное общение если правило сам что будут нарушаться комментарии будет возможно удаляться и автор будет блокироваться надеюсь мы тут все сами адекватные добрые позитивные люди не будет никто никому ничего нервничать и вредничать и писать такие как и бяки так 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 еще у меня девушка спрашивала не брала ли я себе тта момент я сняла на него обзор по пробнику и я себе не брала полноразмерный флакон пока нет пока не брала если будет какая-нибудь акция может быть возьму вообще я взяла на меня себе десяточку десяточку удовольствием еще хочу себе ре коникс десяточку если будет какая-то на него хорошая акция тот тоже возьму кстати смотрите мне кажется что то так прям темно у меня да нормально так какие еще немного еще пишут знаете про и в раши например не кто-то пишет что и в раши плохой кто-то пишет что и он плохой кто-то на любители в раши пишут что и он плохой любители Эйвен пишет, что Евроше плохой, и Арифлейм, и Фиберлик, все в кучу. Я, если честно, это вообще внимания не обращаю, у меня свое мнение на этот счет. У меня такое мнение, что в любой компании, и в люксовой, и там, возможно, какие-то нишевые, даже которые, я не знаю, есть удачные продукты, есть неудачные продукты, и также и Эйвен, и Евроше есть удачные продукты, и есть неудачные. Также еще есть момент, что у кого-то может быть аллергия, или какая-то личная неприязнь. А еще, вы знаете, часто мне, ну не часто, но бывают такие комментарии, про сетевой, значит. Причем, про любой сетевой, неважно, Фиберлик ли, на какое видео человек попал. Вот я обиделась на Эйвен, или обиделась на Фиберлик. У меня в свое время очень долго, вот очень долго была такая какая-то обида на Арифлейм, вы знаете. Мне прям так все раздражало. И вы знаете, это у меня остался осадок исключительно от моей работы, ну даже не работы, ну как сотрудничество, не знаю. Я была консультантом, у меня даже не было, в принципе, в своей структуре, я просто была консультантом. И на меня очень сильно давил мой вышестоящий, как лидер, наставник, чтобы я вела группу. Но на тот момент мне это было не нужно, и на меня постоянно давили. Я очень любила косметику Эйвен, до такой степени, меня стало это бесить, что я просто психанула в один день и ушла. Вы даже не представляете, какое на меня было давление. Причем я там постоянно была лет 10 прям клиентом. И у меня были клиенты, кто покупали эту косметику. И я вот как-то обиделась, знаете, такое слово обиделась. Потом, спустя много лет, ну лет 6-7-8, возможно, уже, да, я сейчас снова покупаю косметику Арифлейм иногда. Но это как-то единичные какие-то продукты. Я там вот тушь у них покупаю, какой-то парфюм могу купить, ну что-то такое. Причем покупаю у... с офиса в нашем городе. То есть, вот так. Там есть человек, с кем я очень близко лично знакома, и она мне продает. То есть, сейчас это как-то уже ушло, нет таких у меня обид. И поэтому люди, которые пишут иногда что-то про Эйвен или про Берлик, возможно, у вас тоже какое-то личное. Может быть, вам что-то с доставкой не повезло. Или, возможно, вас с подарком там что-то кинули или что-то, да. Поэтому есть такая ассоциация. Ну, лично ко мне это не относится. В принципе, вы можете делиться этим под своим видео. В принципе, да. Так, кто-то еще пишет мне, что цены повысились на Эйвен. В последнем видео распаковки девушка писала, я 9 лет нарабатывала клиентуру. Наталья Кушнир. Поэтому всех выслушиваю. И так с повышением цен очень многих растеряла. Даже хотела бросить, но потом решила хотя бы для семьи брать. И так, как получится с заказами. Я как-то, знаете, вообще не заморачиваюсь. Единственное, что, так как я бизнес-партнер, и у меня и есть моя структура, и у меня от структуры идет процент, как бы официальный заработок, получается, да. Человек, кто бизнес-партнер, у него есть определенные обязанности. То есть он должен звонить, писать людям, оповещать их о их акциях, какие положены. Или, например, помочь ему оформить заказ. Или если посылка потерялась, там, как ты решишь этот вопрос, собственно, чем я и занимаюсь. То есть я, по сути, являюсь бизнес-партнером, координатором. У меня уровень К4. Следующий уровень L1. Но пока до L1 я еще не дошла. Но вот К4. И за это компания платит мне процент от моей структуры. И есть такое условие, что бизнес-партнер должен размещать заказ на 2000 рублей. То есть как бы вот это есть такой момент на 2000 рублей. Я знаю, что в Reflame у них на 150 баллов. Это где-то 15 тысяч рублей. А в Faberlic, по-моему, на 50 баллов. Это где-то 5-6 тысяч рублей. Ну, то есть в любой сетевой компании это есть. Все. На 2000 я должна размещать заказ. То есть если у меня заказали больше, я иногда даже себе не заказываю, потому что действительно у меня косметики хватает. И себе я беру там что-то своим там родственникам. То есть вот такой момент. У меня нет цели прям заработать на продажах. И я не скажу, что я прямо дикий фанат. Это как бы один, как мое хобби такое тоже. Ну, занимаюсь и занимаюсь. Есть у меня структура. Люди регистрируются. И, кстати, у меня из YouTube также есть представители, которые регистрируются по видео. Сегодня мне прямо в Телеграме написала девушка и захотела тоже зарегистрироваться. Спасибо, что вы выбираете меня. Я стараюсь быть ненавязчивой. Хотя иногда на нас тоже сверху давят. Давайте, давайте заказывать, чтобы структура работала. Ну, я понимаю, я сама не люблю, когда на меня давят. Я ушла из реплеем, потому что на меня давили. Поэтому я все прекрасно понимаю и не давлю. Так, девчонки. Вот Настя Гамаюнова тоже, моя коллега по YouTube. И она с Эйвен тоже. Мы с ней на этой теме общались. Тоже мне вот написал комментарий. Я, девчонки, оговорилась, что 15 минут надо держать крем, который от усов. Не 15. Ну, я, знаете, так сказала, что 15. Я не знаю, почему эта цифра у меня так в голову взбрела. Ну, конечно же, там есть инструкция. На инструкции написано, сколько там держать. До двух с половиной минут. Так, спрашивают, заказывала ли я себе новый Always. Ну, в общем-то, комментариев очень много. А, вот еще хотела ответить тоже так. Вероника написала. Я сказала, что видео Эйвен у меня самые запрашиваемые. И вот девчонки, которые любят и в Роше, мне написали, что я ваша истинная подписчица, не беру и не запрашиваю эти обзоры Эйвен. Люблю Арифлейм и в Роше Фаберлик. И люблю обзоры из разных интернет-магазинов. Ну, я этот вывод просто сделала из того, что мне выдает, собственно говоря, аналитика. У меня всегда в Эйвен самые большие, самые большие просмотры. Самые большие просмотры видео вылетает в топ сразу. Значит, начинает раскручивать, но комментарии пишут. Не знаю, с чем это связано, но вот это действительно так. Так, девчонки мне пишут, что меня хорошо, отлично слышно. Я ничего не меняла. Ну, телефон другой, но я уже на другой телефон тоже снимала. Было хорошо. Кстати, у меня есть микрофон. Давайте сейчас я проведу эксперимент, пока я вспомнила. Этот микрофон у меня работал раньше с другим телефоном. Девчонки, сейчас прям я не подготовлена. Потом он каким-то образом перестал работать. Так, и сейчас я его включу. Так, куда его включу? Я даже не знаю, куда его включать. А куда его включать? Наверное, вот сюда, ничего себе. Так, в общем, если что-то вдруг сейчас изменилось, вы пишите, изменилось или нет. Если не изменилось, то я так же буду снимать и дальше, как снимала раньше. Я прогоняю видео через редактор и делаю в нем погромче. В принципе, так делаю всегда, потому что в прошлом году что-то случилось. Но, может быть, сейчас с новым телефоном у меня заработает микрофон. Ну, и будет очень хорошо. Так, еще девчонки мне тут написали. Я думаю, Эйвен закрылся. Из-за своих цен, которые стали на продукцию. Нет, я люблю ваши обзоры, но беру только качественную косметику. И люблю больше зарубежную. Айфлейн и Враше. Анна, советую вам попробовать косметику Миру. Просто сказка. Тоже каталожная. Ну, тут, что я могу сказать на этот комментарий. Я, кстати, девушке ответила. Я написала ей, что спасибо, что поделились своим мнением. Ну, я не хочу в какие-то там дискуссии впадать. Во-первых, косметика Эйвен пока что не закрылась. Во-вторых, Арифлейм и Эйврашей тоже пользуюсь. В Эйврашей мне из ухода подошел только один крем пока что. И сейчас он закончился. А, два. Два. Один снятый, кстати. И остальные кремы мне не подходят. У меня есть их зеленая, белая. Я не помню, как они называются. Баночки. Все закрытое стоит. Но вот белая мне не подошла, которая от всех признаков старения. Зеленую, как-то там антидетокс какой-то. Девчонки, я не помню. Не помню, как они называются. Эликсир Ботаник. Ботаник что-то. Еще не пробовала. Но вообще мне не подходит Эйврашей для лица. Я Эйврашей беру парфюмерию, гель для душа, карандаш для бровей, помады, что-то такое. Миру. Я просто на все у меня не хватит. Если я еще Миру буду заказывать, я с удовольствием бы попользовалась чем-то и этим. И считаю, что Эйвен тоже качественная косметика. Да. Это мое искреннее мнение. Я не лицемерю. Сама я плохикой косметикой не пользуюсь. Мне в Эйвен далеко не все нравится. Есть отстойные продукты, грубо говоря. Но есть и классные продукты, не уступающие тем, что вы перечислили. Так. Декабрьский каталог у нас Эйвен мы тут обсуждали. Ну да, он, знаете, такой. Там есть какие-то хорошенькие предложения. Я сниму обязательно обзор. Ой, представляете, мне так понравилось. Леночка Конфетти. Анечка, вы потрясающая. Я пришла к вам на канал и подписалась сначала из-за Фаберли. А, ну, его бросила. И в решении изменяюсь с девятого года. Эйвен не брала, боюсь брать эту химию. А, другой комментарий. Ну, химия, не химия. Химия есть везде. Девчонки, давайте будем честными. Так. Мне тут написала одна девушка. Я потеряла его. Она мне написала, что она подписана на мой канал с тех пор, когда у меня было больше 100 подписчиков. Мне очень приятно. Да, у меня в этом месяце 4200 уже с чем-то подписчиков. Я очень рада. Я не сказала, на этом рада. Хотя вообще сейчас YouTube не приносит никакой, то есть монеты нет, ничего не монетизируется. Я уже отвечала в одном из видео, что за 3 года ведения YouTube я 3 раза получила 3 выплаты по 100 долларов. Вот, в принципе, весь мой был доход, который я потратила на лампу и на микрофоны. Собственно, и все. Поэтому, все, что я делаю, наверное, все, которые блогеры делают, хорошо, что есть какое-то сотрудничество. Ну, как правило, все делают по чисто своим каким-то, ну, у кого-то, может быть, 100-200 тысяч, я не знаю, может быть, у них там еще какие-то рекламные акции есть. У меня такого нет. Вот, все, что я снимаю, в принципе, ну, могут какие-то пробнички прислать. Вот, как-то рандеву присылали, Aroma Mox, да, действительно было такое. И я снимала обзор, в принципе. Ну, а, мне девушка написала, что мне Avon присылают бесплатно. Ну, я была бы очень рада, если бы мне Avon что-нибудь прислала бесплатно. Бесплатно я даже делала опрос на в Телеграм-канале в своем, что-нибудь ли вам присылают бесплатно. Там ответила мне, сколько-то человек, да, но я думаю, что это, они имели в виду, что это какая-то акция была. То есть, Avon, то есть, любой человек может пройти опрос и получить за рубль какой-то приз. За рубль, опять же. Я получала бьюти, не бьюти, кейс, розовый кейс за то, что я была бренд-адвокатом. Но это было не бесплатно, это была моя заработанная, знаете, я там полгода, извините, работала. Я выполняла условия, там был целый список прописан, что я должна сделать и как. И вот за то, что я это сделала, я вошла в топ. Ой, как бы не соврать, в общем, я была на пятом месте по всей России бренд-адвокат категории парфюмерия. Ну, я заработала в конце концов этот кейс. Ну, в деньгах ничего не было, но тем не менее. А, еще вот девушка писала, что Евроше в Риот сегодня получила посылку, выбрав оплату наличными. Мне отдали чек настоящий, а не тот, что в коробочке, напечатанный от балды. Так вот, цены там совсем другие, подарок полностью мной оплачен. Но я девушке написала, что так и есть, бесплатно сыр в мышеловке. Мне тоже такой чек дали от СДЭКа. Там получается Евроше расписывать стоимость, которую они прописывают до каждого предмета. И там подарок получается, например, вода парфюмерная стоит там 600 рублей. То есть там вся сумма заказа расписана по всем пунктам, да. Ну, девушка со мной не согласилась, сказала, что ее обманули. Я не буду спорить, девчонки. Я считаю, что по бланкам Евроше выгодно заказывать. Я так считаю искренне. Я не считаю, что это обман. Это может быть маркетинговый ход. Я считаю, что там действительно цены завышены, вот эти официальные, да. Но у нас есть всегда выбор купить в магазине, там, в бутике, на сайте, либо как хотите. Кто-то покупает и с Авито очень выгодно. Кто не хочет доставки заморачиваться, платить и так далее, и тому подобное. Ой, очень много комментариев. Очень много комментариев хороших. Все хорошие. Я не люблю, когда в комментариях мне пишут что-то негативное. Не то, что по обзору, да, там, грубо как-то высказываться. Тогда я их блокирую. Мне это неприятно. Я не терплю это на своем канале. Если вы там говорите что-то про косметику, пожалуйста, пишите. Обсуждаем, естественно, делимся эмоциями. Почему нет? Так, ну что, вы можете мне написать в комментариях, какую тему прямого эфира вы бы хотели. Я выйду с вами в прямой эфир. И также приблизительно время, какое было бы, может быть, вам удобно. Я, конечно, не могу прям 100% гарантировать, что я прям в это время выйду. Потому что я тоже и работаю, и все. Также и уроки у нас есть. И я, наверное, да, какой-нибудь день, ну, не сейчас, может быть, в декабре, там, что-нибудь такое, выйду в прямой эфир. Да. Я, кстати, себе вот чай заварила. Еще хотела вам сегодня рассказать про свой аромат дня. Я сегодня полезла в свой ящичек, который там у меня вот в стеночке. И у меня в коробке стоял вот этот аромат. Это аромат Far Away Rebel and Diva. И я специально, знаете, я сегодня села его нюхать. Я его распылила. Он с перцем. Он очень классный, настоялся. Я его покупала, мне кажется, даже не в том году, а поза в том году. И мне он, смотрите, сколько я там использовала. То есть за два года мало использовала. Он для меня был какой-то ядренистый, вонючий. Сейчас он поднастоялся. Немножко подутих, мне кажется. И он раскрылся такой классный. Он какой-то карамельно-сладкий, фруктовый. И в нем вот этот перчик. Я раньше описывала его как какой-то немножко вульгарный, не слышу в нем вульгарности. И действительно, то ли мой нос уже так адаптировался к ароматам. Я сегодня им вот прям полилась. Мне кажется, пшиков 15. Ой, какой он приятный. Единственное, перчик немножко, да, нос щекотит. Здесь есть такое ощущение. Смотрите, по фрагрантике. Альфакторная пирамида, перец розовый, личи, СО2 экстракты, цицилийский бергамот. Я не знаю, что такие за экстракты. Жаслин, самбак, роза магнолия, карамель, попкорн, какао, соль и лотдаун. Лотдаун вообще не чувствует, какой смолы. Ну какой же он крутой. Ну это просто супер. Просто. Прям бомба, ракета, петарда. Супер. Не знаю, есть ли он сейчас в каталогах, я даже не обращала внимания. Мне кажется, я его где-то видела. Наверное, видела. Дойдет полноразмерка и десятка. Меньше тысячи рублей. А вот не в декабре ли я его видела. Я полистаю каталог. Если он там есть, я вам обязательно обращу внимание. Потому что это прям супер. Если тысяча рублей, такой флакончик и десяточка, это супер. Еще если вы зарегистрируетесь, будет скидка. Прям прекрасно. Смотрите, кстати, я вчера вам показывала. Вот так я под помадки. Кстати, смотрите, тут у меня две помадки Эйвен. Одна Фаберлик и Патрисия Леда. Это мне присылала Юленька Beauty Love канал. Смотрите, как она переливается. Я люблю эту помаду. Немножко тут, смотрите, кончик. Я так не крашу. Я обычно крашу под одним углом только. Смотрите, как она блестит. Она вообще такое оформление красивое. Очень красивое. Так что, если вы смотрите Юлю, тоже поставьте Юлю лайк. Зайдите. Она снимает хорошие видео. И также она снимает макияжи. Да, она снимает еще макияжи. У нее Beauty канал. Очень хорошая девчонка. Мне очень нравится. Так что, если интересно, тоже проходите, смотрите. Ну вот. Чай я так и не попила. Болталка. Сегодня видео. Болталка. Ответ. Вопрос. По комментариям. Ну, наверное, пойду я чайок свой допью. А вас благодарю за просмотр. И всем пока-пока. Хорошего настроения. Продолжение следует.